всем привет привет рада вас всех приветствовать поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками и наверное сегодня я записываю последний урок в этом году конечно же долго не могла найти референс который бы меня вдохновил но это случилось мы сегодня будем рисовать вот такого милого медведя оригинал референса вы как всегда можете скачать по ссылке к описанию этого видео и давайте приступать к эскизу и для начала как всегда мы определяемся с вами с центром нашей страницы отмечаю любым значком галочка засечкой как вам удобно также отмечаем обязательно засечки по краям чтобы понимать за пределы границы да мы не должны выходить далее мы с вами размещаем непосредственно самого мишку он у нас будет находиться в центре страницы чуть-чуть уберу и вот грубо говоря у нас с вами будет вот у нас центр страницы да то есть от центра к верху у нас будет располагаться головушка рисуем схематично круг не обязательно ровным просто намечаем тут у нас будет одно ушко здесь будет у нас другое ушко замечательная пушистая шапочка на нем надета новогодняя игрушка видимо из какого-то такого материала сделано очень пушистого отмечаем треугольничка такой треугольничка наша шапочка здесь конце еще видно бубенчик далее мы с вами внизу вот прям самом низу на здесь намечаем еще один такой круг незавершенный здесь у нас будет располагаться носик больше похоже на такой скругленный прямоугольничек и будут вот такой ротик можно чуть-чуть его больше здесь будет у нас глазки босинки 1 2 так далее у нас с вами идет тельце давайте сначала просто наметим общем таким у нас будет заканчивается наш мишка мы намечаем ручку такая у нас плюшевая ручка здесь у нас идет ножка здесь мы видим вторую лапку повернутую в эту сторону и также мы не вижу не видим но предполагаем да что у нас вот сюда куда-то уходит вторая лапка у нас повязан красивый бантик такой давайте его как-нибудь так разместим у нас будет бантик принципе можно свое усмотрение его сделать он из такой ткани мнущийся поэтому как бы особо здесь тоже не прорисовывайте ничего у нас там еще уходит это ленточка можно тоже нарисовать так и пуговки в виде колокольчиков до кнопочков таких на 2 вот так мы видим 3 такой поменьше да потом мы видим что тут у нас нитками нарисованы прорисованы лапки еще у нас тут есть какая-то буковка можно ее рисовать можно не рисовать и нарисую можно какое-то имено если например дарите мужу да либо дочке и либо кому-то открытку то можно написать букву того человека к кому вы дарите я напишу букву мы так и здесь у нас еще тоже привязана такая ниточка до к звездочке мы эту звездочку тоже прорисуем сюда вот у нас будет привязан к серединке давайте к серединке звездочки у нас звездочка вот так лежит здесь делаем отверстие и тут у нас будет такой узелок входить сюда здесь мы видим толщинку здесь толщинка у нас и здесь мы видим тоже толщину звездочки написать с рождеством либо с новым годом с новым годом давайте напишем ну и собственно говоря наш мишка готов можно наметить наши блики на пуговках чтобы не забыть давайте пройдемся линером я использую линер от фирмы сакура микрон 01 мы с вами начнем с нашей шапочки прямо сверху сначала просто старайтесь тоже более такой свободной линии сильно не давите на линер показываем наш колпачок можно здесь слегка сразу затемнить с этой стороны и вот такими вот легкими до линер кода наклоном слегка держим не ощущение заканчивается поэтому еще лучше им рисовать под наклоном я как бы замечаю текстуру до вот этой шапочки также мы делаем и наши таким более легкими отрывистыми движениями нашего мишку оказываем что он у нас такой тоже пушистенький обозначаем носик у нас из ниток сшит поэтому можно сразу как бы слегка вот так прорисовать можно стежками прям показывать ротик глазки давайте сразу выделим блик принципе можно сразу их и закрасить уже мишка вырисовывается теперь прорисовываем наш бантик буковку здесь узелок опять же самба старайтесь делать все таки более такую живую линию как бы слегка держа на весу чтобы у вас ответили не получается такая разорванная как будто вы на бегу рисуете обязательно заканчиваем да здесь показываем что у нас здесь все есть и намечаем нашу вот эту полос ниточку сразу затемнить здесь сделать отверстие так продолжаем нашего мишку прорисовывать все такими легкими вообще легкими отрывистыми движениями показываем наши коготки прошитые ручку там не видно мы ее все равно там чуть-чуть вот здесь вот видно что стык наши бусинки толщаем вот эту линию здесь у колокольчика утолщая тоже чуть поменьше может тоже сразу темничать слегка и прорисовываем нашу звездочку забываем про вот эту толщинку до которую мы видим здесь можно утолщить эту линию нижнюю можно прямо даже сразу показать таким небольшим штрихом и здесь тоже как нам быстренько написать с новым годом давайте сделаем пару засечек оживился наш мишка тут также можно чуть-чуть наметить вот этот стираю все лишнее приступом акварель для начала мы начнем конечно же с нашего мишки будем использовать основные цвета охра желтая сиена натуральная где-то в темных местах будем добавлять умбру жену и где-то в теневых местах также будем вносить ультрамарин давайте для начала наберем на нашей палитре так я надеюсь давайте слегка подвину чтобы было видно палитру и мы с вами приступаем берем охру желтую для более таких светлых мест нужно сиену натуральную взять за место охры дальше мы с вами сразу же берем марс коричневый либо умброженная более такой потемнее коричневый сразу же намешиваем ультрамарин ультрамарин и тоже либо с марсом коричневым то есть либо вот с этим же оттенком более темным видите то есть у нас такой будет теневых местах ультрамарин коричневым и сейчас мы с вами будем писать мишку по мокрому то есть мы смачиваем головку медведя будьте пожалуйста очень аккуратно именно с глазками нам нужно вот эти блики белые не закрасить чтобы у нас мишка не потерял такой взгляд более живой потому что если мы его закрасим можно слегка как бы сделать ему как такие невидимые очки не не дотрагиваться до глаз здесь нужно смело перекрыть давайте будем сразу с головки вот мы вносим с вами сильно натуральному до такой более желтоватый оттенок на ушко сюда тоже в эту область очень аккуратненько с глазками далее мы берем более темный коричневый и носим его уже под шапочку вот сюда в уголочек то где у нас гид шапку вносим это ушко левая здесь слегка и затемняем вот эту область которая у нас выпирающие да то есть мы вот это вот слегка все вот такой затеняем можно сразу взять третий цвет более темный внести его прямо такими точечками небольшими и аккуратно сейчас вытираем но от салфетки убираем лишнюю влагу и аккуратно прямо растаскиваем этот цвет до глазок до чтобы у нас не было светлого цвета у нас блик не затек сформировались уже сразу убираем и продолжаем то же самое с нашим телом то есть мы смачиваем все водичкой можно кстати даже вот эту ниточку тоже смочить мы и потом просто сделаем по ярче бантик конечно же обходим обходим наши вот эти вот колокольчики и начинаем опять же с яркого с сиен натурально дали высох и желтой мы начинаем вносить этот цвет вот прямо основное вот что у нас где на референс и падает свет смотрите на референс здесь у нас тоже тут здесь у нас все светленько здесь тоже смело внесет далее берем но я использую марс коричневый до более темный и более темный мы уже вносим в область которая левее таким небрежными мазками и старайтесь прямо ровненько его рисовать иначе у вас не получится передать вот этот эффект пушистости далее мы берем наши вот этот третий цвет до более темный носим его вот сюда подаем наш бантик на сгиб здесь на сгиб где рукав тут можно слегка затем не здесь также где под бантиком да вот тут у нас более теневые моменты воды наши колокольчики вот так вот прямо здесь под бантиком затемняем вот эту лапку эту тоже лапку затемняем главное здесь тоже работать достаточно быстро потому что бумага то у нас сохнет нам надо успеть это все дело залить здесь можно просто растащить смело пока у нас бумага мокрая мы можем смело добавлять пигмента такого чтобы было более насыщенно более такие яркие цвета но когда бумага уже подсохнет мы должны остановиться здесь обязательно на сгибе до чтобы показать что у нас здесь уже теневые моменты также можно вот тут вот на лапках более потемнее сделать и ниточками отмечено достаточно пушистый мишка у нас получился теперь давайте перейдем красному цвету можно использовать рубиновый можно использовать чисто красный если у вас есть мне больше нравится рубиновый как он смотрится у меня либо краплак красный можно взять и мы с вами начинаем прорисовывать шапочку так как мы это делаем давайте еще я возьму слегка желтоватая давайте еще возьмем желтую сразу на палитру такой более посветлее цвет и мы с вами смотрите у нас свет падает до справа справа сверху поэтому вот эта часть у нас слегка будет такая посветлее мы ее сначала таким желтеньким а потом уже растаскиваем в левый край уже более красный и вот здесь смотрите мы создаем такой рвущийся край вот так вот мы прямо такими полосками делаем чтобы было видно что тут у нас мех далее я беру крапла красных и более красным вот наношу сюда вот с теневой стороны я прямо его так 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 и внесла далее мы с вами там нарисуем полосочки чуть попозже уже позже уже белый гуаши так то же самое мы проделаем из бантика то есть мы сначала намечаем светлые такие оттенки до который у нас падает свет ориентируясь на референс вот здесь можно наметить более цвет и здесь более светлый вот здесь где-то будет блик далее мы берем с вами рубиновый либо красный как у вас ему прям вот поверх вот этого желтенького просто вносим наш красный этот рубиновый цвет здесь в эту теневую область можно слегка вот так вот тоже видите небрежная достаточно небрежно это делу но за счет этого получается такая живость с этой стороны мы тоже так далее я беру опять же краплак красный более такой насыщенный более глубокий цвет может быть даже добавить индиго туда чуть-чуть чтобы получился там такой видите бордовинки и мы затемняем с этой стороны чуть-чуть с этой стороны затемняем у нас появляется сразу такая глубина и вот этот вот момент тоже мы затемняем и с этой стороны тоже мы слегка так то же самое мы проделаем с нашей звездочкой опять же начинаем с желтым цветом можно прямо полностью сначала пройтись по ней желтым потому что она у нас лежит как бы кверху да и свет на нее сразу падает дальше мы берем рубиновый и рубиновый но при этом постарайтесь взять рубиновый менее такой контрастный более разбавленные с водичкой чтобы у нас не потерялись и слова чтобы не не затеряли слова ему с вами носим чтобы нас заиграли краски чтобы это не было как бы такой разукрашкой да а видно было что у нас есть свет есть тень теперь я взяла крапла красный и вот прямо просто точками вношу его вот в край в край наших звездочек вот сюда вот сюда прямо вношу чтобы у нас появилась появился такой блеск замечательно мне очень нравится как у нас получается нам останется с вами прорисовать бубенчики для них мы можем использовать опять же охру желтую такую посветлее цвет можно в принципе сразу их только слегка оставить вот этот вот блеск стороны с этой эти пока вот так зальет не полностью да то есть ведь я оставляю белый такой кусочек белый проблеск взяла вот еще железоокисный красный и просто вот так вот уголочек ткнул пусть и и наблюдаю как это все у нас растекается на железоокисный красный с нашей охры именно с левой стороны вот именно с левой стороны я делаю такие вкрапления да просто помещаю пигмент нашу влажную еще область он красиво растекается далее нам с вами понадобится кисть потоньше у меня есть кисть лайнер это кисть с удлиненным борса вот так она выглядит для более каких-то детальных прорисовок мы с вами есть делаем нашу шапочку таким более желтоватым цветом можно опять же использовать охру желтую так вот можно смочить и слегка вот кое-где показать охры желтые направления да вот это нашей шапочки можно взять каплю индиго таким прям хорошо хорошо разбавлены с водичкой мы сделаем пару штрихов более темных вот так вот по шапочки разрыхлими и слегка вот так достаточно далее мы с вами прорисуем носик возьмем темно-коричневый цвет так не то возьму марс коричневый вот у меня есть такой прям темно-коричневый и мы с вами прорисуем носит полосочками как будто мы вот эти же ниточки формируем можно слегка этими же показать текстуру давать в ушках затемнуть вот этот момент это по краю пройти здесь обязательно ушка у нас тут очень затемнено затемнить вот с этой стороны такими как бы отрывистыми тут можно затемнить слегка показать но сильно тоже не увлекайтесь чтобы у нас вот это вот пушистость осталось также мы можем также с этой стороны чуть-чуть показать пару штрихов здесь наметить вот эти показать еще более темные моменты какие-то более такие более таким рыхлым рыхлым штриху можно наметить здесь пяточку допустим показать более темную да и тоже под темнить смотрите у нас с вами еще не закрасился кубик мы его тоже будем таким более можно даже желта закрасить его наш кубич и книжка до прорисуем красную полосочку возьмем либо кропло красный либо рубиновый просто вот здесь да покажем что у нас полосочку эту прорисуем туда вот к низу к нашей звезде так понасыщеннее чтоб ее видно было нужно показать допустим какую-то полосатость можно сразу здесь прорисовать шапочки пару линий затем нить еще раз уголки у звезды здесь мы возьмем индиго вот эту каплю индиго и прокрою слегка нашу тень также этим же индиго мы показываем еще раз вот здесь вот тень под буковками такими вот штрихами можно показать еще раз затем нить под бантиком здесь глубине показать здесь чуть-чуть тоже внести и осталось у нас дело за тенью мы делаем можно взять вот у меня здесь вот есть такая примесь бордового с индиго до рубиного индиго у меня я просто показываю тень под мишкой вот с этой конечно же стороны здесь где мишка у меня сидит так тут звездочку обязательно тоже у нас тут тень промываем кисточку и уже чистой кистью мы просто эту тень как бы так вот по краю размазываем и у нас сама растекается можно более такой поглубже цвета пока влажно нести у нас появилась такая глубина тут еще раз поглубже сделать вот какой получился у нас мишка мне очень нравится как вам нравится нет напишите обязательно в комментариях понравилось ли вам михаил такой или нет и можно добавить простыми белилами парочку штрихов либо белой гелевой ручкой давайте я попробую сначала белилами мы тут здесь слегка покажу шапочку такую по пушистей потому что он все равно белила передают еще такую текстуру можно показать блик здесь можно здесь тоже еще раз такой пройтись полосочкой блик тут с этой стороны здесь также слегка тут наметить бантик вот такой у нас такой получился у нас замечательный мишка мне очень понравился он не прям написался с легкой руки такая у нас шапочка вот такой замечательный мишка у нас получился мне он очень нравится давайте еще знаете что еще мне хочется на кубики здесь вот на кубике тоже показать такой более объемчик забелить вот так очень очень мне нравится наш мишка обязательно выставляйте своих медведей в instagram с хэштегом рисую нижняя подчеркивание скетч мне прям не терпится всегда смотреть на ваши чудесные работы всем пока всех с наступающим праздником всех люблю и обнимаю значит вот так вот пока — One